Это ель пуш. Она низкорослая. Она растет обычным шариком или гнездом. И у нее на концах шишки. Вот эти, что сейчас вы видите, коричневые. Это были шишки прошлого года. И они таки остались. Засохли, остались на кусту. А вот эти пошли молодые приросты. Здесь тоже видно дальше, что начинает краснеть. Это будет расти красная шишечка. Очень декоративная ель пуш. Их много продают на штамбе. Но мне нравится больше, когда они без штамба просто растут в земле. С каждым днем участок преображается. хвойные идут в рост. И каждый день приезжаешь и смотришь. Участок меняется с хвойными растениями. Очень симпатично. Это пик их ней красоты, когда они пошли в рост, хвойные растения. Ель Дендерфарма Голд. Ель Черная Нана. Она захотела выпустить лидера. И я решила его оставить. Пусть она такая и растет. Хотя она должна была быть шарообразной. Сосна Мини Мопс. Очень хорошенькая, красивая сосна. Она большой не будет. Это маленькая, компактная, круглая сосна для каменных городков, для каменных городков, как у меня. Сосна Нигиша. Это мелкоцветковая сосна. У мелкоцветковых сосен очень густая, красивая хвоя. Они очень декоративны. Они бывают разные. И Гул Дилок с желтыми приростами. Это с голубыми приростами. И хвоинки с белой полоской. Очень декоративные сосны мелкоцветковые. Всем рекомендую. Они растут в ширину. У них нету лидера. Они обычным кустом растут. Уже поют птички в саду. В нашем саду всегда очень много птиц. все вместе. Елочка Альберта Глоба. Она растет шариком. Она очень медленно растущая. Она растет от 2 до 4 сантиметров в год. И очень подходит для каменных горок. лидера. Так уже выглядит ель. рыдал. Это моя новая покупка в этом году. У нее красные приросты. Потом они немножко коричневеют. И потом полностью позеленеют. Ну, уже она неделю стоит такая. Это ель на штампе. Ель обыкновенно я рыдал. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»